Ну вот еще одна фантазия Кудрявым музыкантам предложено исполнить Броводную мазурку маэстро Забепитер Удастся ли душу дамы восторженно омолнить Курортному оркестру из мелодичных цитр Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Целиндры солнца веют, причёсанные лоско И там ее туалеты, пригодны для витрин Смеётся куртизанка, ей вторит солнцеброско Как хорошо в буфете пить крен де мандарин Зачем же дело стало? К буфету чёрный кучер Гарсон, симпровизируй, блестящий файвок-лок Каретка куртизанки, опять всё круче-круче И парш к ботинкам дамы, как фокстерьер прилёт На лисерок-локом Вот это совершеннейший экспромт, вы знаете. Да, ну, конечно, вы же понимаете, северянин был очень умным человеком. Кстати, вот один из его современников, по-моему, Георгий Шенгеле, вспоминал, что я не встречал в жизни более умного человека и проницательного. Он видел людей насквозь. И, конечно, вот эти вот стихи, понятно, что он... Это ирония, конечно, была, да, всё вот эта игра такая была. Он, конечно, увлекался этой игрой, но понятно, что он играл с публикой, он видел, что всем нравится. Вот как у Пушкина, да, читатель ждёт уж рифмы розы, на, вот возьми её скорее. Вот он видел, на тебе, берите, вот они, эти стихи, вам нравятся, пожалуйста. Моя двусмысленная слава двусмысленна не потому, что я превознесён неправо, не по таланту своему, а потому, что явный вызов условностям в моих стихах и ряд изысканных сюрпризов в капризничающих словах во мне выискивали пошлость, из вида упустив одно. Ведь кто же вописует площадь, тот пишет кистью площадной. Бронили за смешенье стилей, хотя в смешенье-то и стиль. Чем, чем меня не угостили, каких мне не дали по стиль, неразрешимые дилеммы я разрешал, презрев молву. Мои двусмысленные темы двусмысленны по существу. Пускай критический каноник меня не тянет в свой закон, Ведь я лирический ироник, ирония, вот мой канон. Ирония. Ну, ещё вот он объясняет, кто он такой, Игорь Северянин. Он тем хорош, что он совсем не то, что думает о нём толпа пустая, Стихов принципиально не читая, Раз нет в них ананасов и авто. Фокстрот, кинематограф и лото — Вот, вот куда людская мчится стая. А между тем душа его простая, Как день весны. Но это знает кто. Благословляя мир, проклятие воином, Он шлёт в стихе признание достойным, Слегка скорбя, подчас слегка шутя Над вечно первенствующей планетой. Он в каждой песне Им от сердца спетой Иронизирующие дитя. Ну, продолжаем иронизировать.